добрый день дорогие друзья с вами на канале голос силиконовой долины светлана портнова и у нас сегодня появился интересный вопрос сейчас зачитаю его добрый день светлана и михаил очень хочется задать вопрос на не знаю как его сформулировать чтобы получить ответ попробую коротко описать ситуацию зовут меня борис мне 27 лет жена умница женаты два года дочь красавица 6 месяцев живем в арендованной квартире учусь на третьем курсе московского университета специально прикладная информатика и экономика больше трех лет назад начал смотреть ваши михаил видео после чего пошел работать тестировщиком чего-то у нас называется тестером они тестировщиком но не знаю это уже специфика а уже после поступил в университет изначально все было очень интересно все было новое был челлендж в каждом задании я стал развиваться быстрее занялся нагрузочным тестированием после чего пришлось сменить организацию за задержек по зарплате выбирая новую работу я присматривал организацию с представительствами сша мне сделали офферы я попал в ipam это такая компания довольно крупная у которой есть представительство в калифорнии но почувствовала на себе некую политику сдерживания то есть людей пытаются держать на одном проекте на протяжении нескольких лет я полтора года пытался объяснить своему куратору что мне мало умеет только вручную тестировать не нужно знать больше технологий так как у меня непростая цель иммиграции в сша а путь туда только через удачу green card лотерею и труд рабочая виза до сегодняшнего дня не было никаких четких целей от куратора вроде пойди пройди этот курс сдай вот тот тест пройди собеседование занимайся автоматизацией сегодня состоялся сложный разговор где я во главе угла поставил не карьеру начальника как многие строят а переезд внутри компании в сша мне сказали что это вполне реально но не быстро у меня как раз два года до бакалавра можно научиться и опыт получить и впервые мы определили путь курс обучения мне обещали ментором это хорошо через полтора года ударовал бомба стену сквозь эту самую стену пробилась тоненькая струйка воды но теперь новая напасть нужно заставить себя заниматься вечером приходя с работы курс автоматизации плюс английский а сеть манит разнообразием развлекательного контента в частности игр плюс жена просит посмотреть с ней фильм жена не грезит переездом но принимает мою позицию согласно со мной хоть на край света так как мозгом понимает что там лучше вместе считали но корней у нее много в отличие от меня да и дочери нужно внимание уделить я практически собрался с мыслями понимаю что мне это нужно я хочу чтобы моя дочь росла более здоровом обществе где поменьше ненависти друг другу где толерантность человеколюбие и законность когда-то у вас была рубрика волшебный пендель возможно она применима ко мне в данный момент ибо я не знаю вопросы на которые хочу получить ответ спасибо прошу прощения за потраченное время вот такой вопрос долгий но мы постараемся хотя бы в нем как-то разобрать борис пишет что поначалу работа тестера приносила ему удовлетворение поскольку в ней был элемент новизны проработав полтора года и не чувствуя никаких особых перспектив он значит как-то затосковал и с начальством все время обговаривал тему чтобы ему дали более интересный проект более интересную задачу и он готов был тратить свое время на работе на изучение этой задачи это как бы очень понятная цель да потому что действительно хочется творческих задач и не жалко потратить какое-то время на то чтобы эти задачи стали получаться также там где требуется дополнительное образование дополнительные изучение чего-то в данном случае еще английский язык является необходимым для решения этих творческих задач но что тут получается вот по этому письму значит по мере того как идет изложение ситуации у бориса то что я вижу да значит он был озабочен тем что ему полтора года не дают никаких перспектив и это его очень сильно угнетало в этом смысле я бы сказала что у него была очень сильная мотивация добиваться этого потому что ему было плохо ему было плохо от того что он чувствовал что он полтора года сидит он никуда не двигается никаких перспектив нет и в общем непонятно чего ожидать от этой компании на которую он возлагал большая надежда но что произошло дальше ему сказали что в принципе в принципе работа в этой компании и переезд сша возможен но не быстро и больше ничего не произошло не произошло никаких изменений более того ближайшее время этих изменений они не ожидаются но чисто субъективно у бориса произошел такой как бы возник элемент удовлетворения от того что ситуация сдвинулась он сказал что наконец-то после полтора года каких-то полутора лет каких-то усилий наконец-то забрежил свет в конце тоннеля и что-то сдвинулось а на самом деле ничего не сдвинулось ведь произошла подмена понятий он хотел более интересную творческую работу и готов был приложить какие-то усилия для того чтобы научиться делать какие-то более сложные интересные вещи а ничего кроме обещания в каком-то обозримом будущем что что-то может измениться больше ничего не произошло что он бежит дальше он бежит дальше вот тут возникла другая напасть то есть там у него был очень большой стимул как бы он хотел двигаться он хотел развиваться он хотел чего-то такого и когда ему что-то пообещали вот возникла другая напасть и это напасть состоит в том что человеку нужно что-то делать пока что кроме обещаний ничего такого не происходило и собственно говоря но у него настроение сильно улучшилось потому что даже пустые обещания это дает какое-то ощущение перспективы а я вот вспоминаю нашу жизнь в советском союзе и было очень это интересно что мы жили там когда я в школе еще училась да и все жили и знали что это сама в 80-м году хрущев объявил что 80 1980 году в стране будет построен коммунизм ну и все жили вот в предвкушении этого коммунизма когда работать уже будет не так нужно все будут получать по потребностям от каждого по способности а до каждого по потребностям и все жили этой мулькой но то есть как бы она была на слуху это было где-то там в подсознании довольно таки ощутимо что вот будет коммунизм и то же самое у него что пройдет там два-три года и будет коммунизм предполагается к этому предложить какие-то усилия а их как раз прилагать не хочется что это значит это значит что нету достаточной степени мотивации когда человек что-то хочет реально да он это делает и только действие является является как сказать посылом к тому чтобы что-то изменилось все вот эти обещания что через два года куда-то переведут когда-то куда-то без какого-то реального действия в этом направлении ничего не получится поэтому это состояние эйфории от того что вот полуторагодовалые усилия наконец-то увенчались тем что значит с ним согласились и там ему дадут куратора и нужно что-то делать да так нужно что-то делать если нету сил да значит он пишет нужно себя заставить то есть я понимаю что это нужно мне я понимаю что это нужно моей семье знаете здесь возникает противоречие между нужно и хочу человек поднимается и начинает что-то делать тогда когда он реально хочет что-то делать одного нужно одного надо недостаточно для того чтобы возникла хочу нужно чтобы было не могу не делать вот когда человек доводит себя до состояния я не могу этого не сделать потому что там в силу какие-то обстоятельства у него возникает желание хочу и он найдет время ресурсы и желание что-то делать даже если ему придется выйти за свою это называем комфорт зонда зону комфорта приложить дополнительные усилия после работы позаниматься и так далее очевидно у бориса все нормально то есть его нехватки в смысле того что не было продвижения по службе вполне компенсировались тем что забрежил свет в конце туннеля и ему обещали что что-то может случиться случится оно или не случится но во всяком случае сегодня борис чувствует ожидание чего-то хорошего а дальше говорит надо себя заставить вот так не получается заставлять себя долго не выйдет можно напрячься сделать какую-то краткосрочную работу который не нравится себя заставить заставлять себя два года невозможно должно быть желание вот хочу во что бы то ни стало и тогда это будет я в свою время когда по молодости лет мне очень хотелось поступить в аспирантуру не все говорят зачем это тебе надо у тебя маленький ребенок это совершенно не 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 нужно и никому ничего но мне так сильно хотелось что я находила время я ходила читала чужие диссертации там и по теме читала что-то потому что хотела вот этот вот элемент хотения я в этом письме не увидел то есть поначалу борису очень хотелось получить ощущение того что жизнь не напрасно что он работает в этой конторе это хорошая контора у него есть перспективы ему хотелось вот этого больше ощущение того что есть перспектива чем самой реальной вот изменение вот сегодняшней рутине которую делать то есть получается что вот он поговорил да вроде все сдвинулось но реально то ничего не произошло сидит на том же рабочем месте будет там сидеть до тех пор пока там он не освоит свой план дальнейшего развития которым заниматься в общем-то не хочется но надо поэтому борис я бы вам сказала такую вещь что осознание проблемы между хочу и надо да если вы сумеете чего-то захотеть то у вас все абсолютно получится если вам не очень хочется значит это вам не очень надо и вы можете в этом смысле расслабиться потому что ну чего человеку не надо все хорошо он работает в хорошей компании там наверное хорошие зарплаты наверное там будут какие-то перспективы со временем и даже если он будет предлагать там не 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 так много усилий как требуется а чуть-чуть то может быть его в америку не переведут он там вырастет по должности и что-нибудь такое произойдет поэтому у вас все хорошо у вас все нормально то что у вас нету желания двигаться дальше но это тоже нормально значит над вами сильно не капает дело в том что когда человеку припечет то он скажет я не могу не двигаться я должен что-то делать я не могу здесь оставаться там а у вас все нормально у вас прекрасная семья у вас жена и ребенок и тем более жена не очень хочет ехать может вам и не надо ехать это же вопрос понимаете на уровне сознания мы понимаем допустим что там лучше но реально не все готовы приложить эти усилия и самое главное желание нету хочется поиграть во что-то да когда есть желание пробиться и чего-то добиться то уже не думаешь о том что там есть игры это делается в ущерб чему-то что бы я вам предложила да то есть если вы подумаете и решите для себя что ну хорошо а вот как мне это желание хочу в себе стимулировать да потому что мы в принципе разумные люди и мы можем какие-то желания в себе искусственно вызывать значит для того чтобы для того чтобы появилось желание хочу должна быть цель и осязаемый результат и тогда достижение этой цели она вас будет стимулировать в другой цели это не обязательно особенно глобальные цели как например переезд в америку нет отнюдь это может быть какие-то маленькие цели по вашей собственной работе например условно говоря там вам поставили задачу в течение двух лет освоить автоматизацию и освоить там английский язык в объеме там необходимо для технического перевода поставьте маленькую задачку себе освоите какой-то маленький кусочек придите к своему начальнику покажите кусочек который вы освоили попросите его дать вам какое-то задание на производстве чтобы вас как-то стимулировать потому что без обратной связи без стимуляции очень тяжело поддерживать вот это желание хочу если начальник согласиться и вы можете сказать что я даже допустим сделаю там какой-то скрипт напишу даже это будет не в рабочее время но важно чтобы кто-то оценил результат вашей работы и сказал слушай ну ты молодец парень вообще ты освоил сам вот этот кусок и мы видим что ты делаешь очень важные вещи мы потихоньку будем давать тебе больше работы такого плана вот это очень важно то есть должна быть обратная связь потому что самому подогревать вот это все это довольно таки сложно если у вас проект сантиментором разбит на какие-то временные интервалы да по истечении которых вы должны ему представить какое-то там знания какие-то новые или опыт какой-то новый или что-то такое и просить его задачки на поддержание этого уровня потому что вам вас будет очень стимулировать будет появляться вот это желание хочу когда вы реально увидите результаты что вы можете и это и это и это и это здесь автоматизация тут это сам написали скриптик тут сделали и глядишь пошло и это очень сильно стимулирует и хочется двигаться дальше вот такой совет мне кажется что это довольно таки практично и я думаю что поскольку вам начальство пошло навстречу да не будет возражать если вы будете такие маленькие автоматизацию такую делать в принципе в этом ничего страшного нет даже вы можете сказать что вы свое домашнее время свое свободное время это сделаете в ущерб компьютерным играм вам главное получить вкус то есть если вы хотите в себе вот это вот хочу поддерживать да то вам нужно получить вкус к тому что вот у вас происходит потому что сию минуту у вас происходит удовлетворение от того что лед тронулся от того что у вас есть перспективы хотя кроме слов эти перспективы ничем больше не обеспечены вот я вам желаю от всей души успехов да дорогу осилит идущий если вы себе поставите цель и скажете я этого хочу я без этого не могу то у вас все получится в чем я абсолютно уверена вот на этом мы закончим спасибо пока пока пока